Она давно ушла со сцены и стала затворницей. Проблемы с ногами и недавно перенесенная операция на колени сделали свое дело. В отличие от привычного образа доброй, заботливой бабушки, Эдита Пьеха выбрала закрытый образ жизни и не стремится быть близкой ни к правнукам, ни даже к собственным детям. Пандемия коронавируса стала для легендарной советской звезды своеобразной точкой невозврата. Пьеха внезапно прервала все гастроли и выступления, предпочтя отойти от публичной жизни, но и по сей день не дает никаких обещаний о возвращении. Как утверждает ее внук Стас Пьеха, все зависит от ее настроения, а оно у знаменитой артистки переменчиво. На данный момент концертов не планируется. Она не хочет этого, но если вдруг захочет, то даст концерт, хоть сидя в кресле, хоть стоя. Ведь люди в любом случае рады будут, комментирует Стас. Однако, несмотря на все уговоры близких и горячую любовь поклонников, Пьеха остается непреклонной. Возвращаться на сцену она не планирует. Интересно, что в воспитании правнуков артистка предпочла не вмешиваться. Как утверждает сам Стас, Пьеха никогда не была нянькой и уж тем более не стремилась к образу бабушки, пекущей пироги. Правнуки к ней иногда приезжают, но она никогда не занималась с ними. Не ее это. Она королева песни, делится внук. Для знаменитой певицы вполне достаточно просто видеть, как дети бегают вокруг, не беря на себя роль няньки. По словам Стаса, бабушке приятно пообщаться с внуками и правнуками, но приниматься участие в их воспитании она не считает нужным. Отношение к родным у Пьехи всегда было несколько специфическим. Не успев стать бабушкой, она как бы не замечала внуков и не находила времени для них, полностью отдав себя песне и творчеству. Ее внучка Эрика Быстрова вспоминает, что для нее бабушка всегда оставалась недосягаемой, далекой фигурой, окруженной поклонниками. Она отдавалась полностью народу, песне. Ее почти никогда не было рядом. Я видела ее разве что на сцене, а после концерта ее окружали поклонники. Меня не замечали, отодвигали. Я просто стояла в стороне и смотрела, как другие ее обнимают. С печалью делится Эрика. Даже сейчас, спустя годы, Эрика признается, что ни в чем не винит свою бабушку. Она говорит, что отношения между ними стали теплее, и теперь они часто беседуют наедине. Сейчас, несмотря на три брака, детей и внуков, Эдита Пьеха живет в одиночестве. Дачный дом стал для нее крепостью, а редкие прогулки по поселку – выходом в свет. Но для артистки такое положение вещей теперь норма. Ее всегда окружала толпа, и теперь, после десятилетий шумных выступлений и аплодисментов, она наслаждается тишиной. Стас Пьеха, который активно помогает бабушке, признается, что их семья встречается хоть и редко, но без лишнего пафоса и шума. «Эдите не нужно ничего, кроме внимания и общения», утверждает Стас, и сам он старается дарить ей заботу и поддержку. Сегодня Эдита Пьеха живет в своем тихом мире, вдали от городской суеты, читает любимые книги и газеты, узнает новости из телевизора. Поездки в город стали редкими, да и выходить на публику Пьеха не хочет. Все-таки возраст дает о себе знать. Продолжение следует...